Мне кажется, Лина гораздо круче стоит морфа на линии. Посмотрим, если все-таки это будет морф Медовый. Но в моем понимании Лина сильно напрягает морфа. По-моему, не нужно здесь изобретать. Здесь просто очень сильная линия морф Марси. Зачем что-то придумывать? Сверху пока какой-то просто в вакууме андайинг и какая-то Лина. Тут девочка на Марсе может побежать в топ, сыграть на четверочке спокойненько. То есть все зависит от того, в целом, какая концепция будет. Потому что та же Марси, ну не сказать, что она прям хороша против андайинга, но в целом с хорошим плюсом она может его напрягать. Я бы брал, как вчера, вот реально, если сейчас дадут, бабка Марс на дабл пик во второй стадии. И в конце каким-нибудь снайпером бы закрыл. Вчера с точно таким же драфтом играли у нас против поляри свичи гейминг, кстати говоря. И просто уничтожили их. Вот еще разочек, так сыграть было бы здорово только теперь вайлдкардом. Это просто будут суперсильные линии. Леон какой-то вылез. Мой любимый. И твой тоже. Не, 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 мой не любимый. Это Майо как раз. Я говорю, что вот он пришел, пришел такой раз, два, три. Поясни за Леона Майо. И РНЖ, что-то в первой стадии какая вот эта вот история сегодня была. И здесь не РНЖ, никакая, это вообще не Китай. А Леон на месте. А Леон на месте. Ну хотя бы не в первой стадии, то есть вроде против Марфона, но типа прикольно. Ну типа да. Типа лагуна, вонючий палец, вот это все прочее. Ты же в Хексе не перекачаешься, правильно? То есть Хекс это Хекс. Реально Бабка Марс сейчас будет, да? Вот и Бабка. Вот реально, если он смотрел эту игру, просто Бабка Марс снайпер, и это без шансов. Развал будет, ну это суперсильные линии, это крутая синергия. Причем я бы на самом деле подумал бы о том, чтобы снайпера-то сейчас забрать. Что мы сегодня даже видели против Лины, хорошо. Я думаю, у Паляри в любом случае будут вьетнамские флешбеки, кого бы они бы не задорачивали. Я согласен с Митяем, потому что снайпер такой один, а Марсу можно подобрать альтернативу. Я бы не спешил, честно говоря, это очень опасно, да, вот появляется Висаж. Хотел бы отметить то, что забанили много оффлейнеров уже тоже. Батрайдер, Бруда, Акс очень уважают полярисы, а давай ламу, которые на этих героях устраивают им много проблем. Вот и Висаж появился. Как-то очень несвойственно себе пекают в алкар. То есть я не видел, чтобы они играли хорошо с Марфом. Исполнительно у них тоже такого крутого я не видел, чтобы прямо на Марфе мог развалить. Висаж тоже, но это вообще не герой для давай ламы. То есть возможно он вообще мид какой-то пойдет. Я пока что в растерянности немножко. Может у человека на самом деле ничего не сходить с Интушами? Что-то типа Марси 3 или там Керри Марси? Ну Марси 3 уже не круто ставить, Керри тоже довольно сомнительно. Я думаю, все-таки это саппорт. В алкарте очень много играли с Марси на четверке. Там играл Алекс. Возможно это вот Стамфайр будет пятерочка. Алекс, он не скрипвей в случае? Да, он играл с Фишманом какое-то время, потом его кикнули. Фишман мне сказал, что он нуб. Вот так вот. А про Алекса он что сказал? Про кого? Про Алекса. Ну вот, то, что он тоже нуб. Ну, мне сказал, что вот он тоже играл, что он тоже поедет на... Мы обсуждали просто вот этот Крепвейв, академию, ну как академию какую-то, которая сама по себе организовалась и которая дарит талантов. Так, давайте подумаем, кого вообще сейчас могу взять Полярис. Это должен быть Керри Ер. А, возможно, это будет Мистер Сларк. Вот что-то типа такого. Вообще, хочешь с кого-то, кто смартфон нормально воюет как-то, может там... Ну, Сларк нормального кушает статы, то есть атрибутшит. Типа он что-то там потом начинает переливаться вот этого туката. А, кстати, где ПЛ? А, ПЛ в бане. Ну вот, ладно, я успокоился. Это типа я часто вижу Морфа, типа его не закрывают ПЛом. А ТБ просто? Нет, не подойдет. Так Морф становится ТБ, в этом как раз таки фишка сейчас с Аганевчиком, вот это все прочее. Там без статов вообще страдает. Морф же супер статовый. Морф сейчас очень сильный. Он и с ПЛом воевать может. Такое прям призрачное, что не может фантомочку типа организовать. Она в принципе против Висажа хороша и с Морфом может справиться. Ну, это Аликс. Ну вообще мне Сларк почему-то вот идет в голову, прям такой сладенький, нормально статы ворует у всех. Аликс, да, вот такой, ну такой Аликс, видно сразу, да? Ну что, Акс, Акс Байн, да, значит, я уже думал сейчас повториться вновь, типа Акс и Тролль. Ну, Тайдуха, да, залетает. Я Тайда всегда рейтил, особенно после патча, крутой герой. В простой игре, конечно, он себя не очень реализовал. Тем не менее, вот тут опять мы видим то, что и Тайд, и Андайк, опять же такая 5х5 консистенция, которая может очень много внести. Также есть у нас контроль в виде Лины с Лионом, то есть они могут выдавать там станы хиксы и берст. То есть если Лион потрогает кого-то пальчиком, а одновременно с Линой, которая кинет молнию, то вряд ли кто сможет выжить. Да, да, и вот, все равно сейчас оставляет Керри позицию для себя Полярис. Не знаю, сейчас вот забанили дровку, кого-нибудь они придумают, не придумают еще. Осталось 10 секунд. Ну вообще, вообще я сижу, смотрю, ну вот лучше, чем сейчас в ситуации вниз для Тинкера и уже не будет. Ну, видишь тут, опять же, не ласт пик у них, а одобрено опасно. Да, но вот у них Керри типа слот открыт, то есть и там есть всякие какие-то, знаете, сталкеры, которые там сильно мешают, есть герои, да, то есть и в Керри будет тяжелее. Осталось 10 секунд. Забанить Спик Тру, берешь Тинкера, кайфуешь всю игру, со всеми разговаривать, ничего не дают делать, то есть ты не можешь проиграть, потому что у тебя миллион времени будет у Марфа, чтобы спокойно дофармить. Да, вот я как-то не понял прикола вот этого распика от Айда на 18-й, то есть можно что-то было придумать. На самом деле, много героев можно придумать, которые так же примерно, то есть ты вот хоть архвард наберешь, то есть у тебя лейт реально, считай, гарантирован в этой игре, никто никуда не торопится. Все, в Айдец ушел. Нешрак. Сларка, что ли? О, я его вспоминал несколько часов назад и несколько раз мы тебе, наконец-то. Там против ТВ было. Не знаю, он мне как-то не круто тут. Ну, он, как мне кажется, Тейда хорошо пробивает, Андаинга хорошо пробивает, такие жирные герои. Тинкер был бы чуть получше. То есть, слило бы то же самое, типа, много мак-уроны, помощь по всей карте, все примерно было бы то же самое, но вот. Не, в принципе, Зевс это ок, но Лина может развариваться, купить БКБ, есть же, опять же, отхил Андаинга, если он возьмет четыре, его тайт, может какие-то такие командные артефакты собрать, возможно, там вспомнить о какой-то мейке и грифсах. Но это навряд ли, конечно, не поймите. О, Сларк. Выберите своего героя. Я ждал его, я верил, в принципе, это вот как раз единственный герой, который оставался для Полярис, чтобы закрыть этот драфт. И я ставлю на Полярис, потому что тупо они взяли то, что я сказал. Я ставлю на Полярис, потому что это либо я угадал, либо 2-0. На вин-вин ситуацию. Вин-вин, да. Вин-реарм-вин. Так, Вован. А я ставлю на Вайлдкарт, потому что Полярис взяли то, что сказал скрип. Это пока самое аргументированное мнение из тех, которые я услышала, просто это была база. Но для того, чтобы узнать, кто был прав и кто был ближе к истине, мы уйдем к нашим комментаторам. Так, ну, ага, вы появились. Ну, а мы ставим на Вайлдкарт, друзья, если вам вдруг интересно. И готовы смотреть вторую карту противостояния Полярис против Вайлдкартгейм, потому что интересненько, конечно. Нет, ставим мы, конечно, не на эти матчи, понятное дело. Мы же с тобой не совсем, мы все делаем правильно. Вот, и на самом деле раздрафт такой довольно интересный. Опять взяли этого Тайда, до этого он был на 5. А я вот тройку Тайда всегда абсолютно хейчу, потому что Райверш с кулдауном миллион лет. Я на квалификациях уже насмотрелся, как Тайт нажимает ультимейт. После этого проходит 2 минуты, и оппонент делает, что он захочет. Очень жаль, что быстро закончились драфты. Мне так понравилась наша студия аналитики. У ребят прям синергия там есть, чувствуется. Поэтому нужно, чтобы была 1-1, и мы еще раз послушали. Согласен? Абсолютно полностью согласен. Ну, а по поводу Тайт Хантера, я бы так критично к ним относился. Есть все же против него морфинг, к которому он подходит, дает якорь, и у морфа за место 200 урона где-то 40 остается. И совсем он не дамажит с руки. Я думаю, даже не так это работает. Знаешь, у тебя есть гаш, ты нажимаешь гаш, Леон нажимает стан, и морфу очень-очень больно, особенно на втором левеле, если быстро его получить. Но да, я с тобой согласен, якорь тоже очень неплохо смотрится. Плюс Сларк против морфа — это прикольный персонаж, потому что обычно ты на морфе хочешь купить аганим, и стабильно в какого-то там ловкача условно превращаться 24 на 7. Здесь такой возможности не будет, потому что Сларк то в Шадоу Дэнси, то вдалеке, я не знаю, то в своей шардовой способности. Коэффициенты, кстати, вообще не изменились, по-моему, были такие же и на прошлую карту, поэтому можете, друзья, поставить на 2.5, если верите в альт-карты. Если вы предикты наших аналитиков, то на 1.5. Главное вводить, естественно, промокод INT22, дабы лутать тысячу халявных рублей. Не используются в смоке, кстати. Обычно хочется нажать на этот смок, поставить варды, но такие дефолтненькие варды на горочках. Команд в начале игры. Намечается ли драка? Пока что видим только арбузы, падающие из Тритхантера. Как тебе такой там? Мне очень нравится. Да не, кайфово. Мне прям мега по кайфу. Я еще знаю некие мемы про арбузы из других дисциплин. Там вообще, если это все совместить, закачаешься. Ну что у нас здесь? Битва за руну предстоит или нет? Пока вроде никто не выходит. На отцами здесь соло. На сладкий можно себе такое позволить. Как и Форс, в принципе, пытался украсть руну, но нет. Снэп все-таки его перекликала, и надо сказать ей спасибо. Потому что если бы не она, то Полярис бы законтролили 4 руны богатства. Я видел такое дважды, кстати. Воспользовались преимуществом того, что морф на руне не герой. Очень уж он слабый. На уровне Энигмы и Чена. И против них забирать руны очень легко. Что у нас получается по лайнгу? На топе все по дефолту. Снэпфайр будет качаться с морфингом на линии. Точнее морфинг будет качаться с ней, естественно. Никаких крипов для снэпфайра здесь не будет. Прикупил себе стики. Да, вот то, о чем я говорил. Видишь, там просто гашетка, стан и полетели под минус армором. Ален, кстати, довольно кайфовый саппорт. У него очень быстрая тычка, вот обрати внимание. В принципе, она не то, чтобы велика по своей массе. Да, тот же раз-то бьет нам по 70. Но, тем не менее, хватает дэмэджа. Постоянный стан есть с маленьким кулдауном. А под гашеткой избивать вражеского сапа одно удовольствие. И Ю тем временем гоняет просто двух героев соперника, освобождая немного пространства для нацуми, чтобы он нормально пофармил здесь. Думаю, давай ламу это вполне устраивает. У него линия пушится, он получит всех крипов и ласхиты на этой линии, когда она придет под тавер. Опять лилуш и опять с невероятно крутой статистикой. 88% за 8 сыгранных здесь. Ну и все остальные статы, в принципе, достойные. Касаемо Илона, вот Зевс, я не знаю, не смущает ли тебя этот персонаж? Просто ИСФ, он мегаскиллозависимый, да? Эмбер, на котором он вчера исполнил и показал наилучший перформанс вообще на турнире, наверное, в своем именно исполнении тоже. А вот Зевс, мне кажется, он такой простой и очень много игроков на его месте могут исполнить не хуже. Да, тратится, наверное, потенциал игрока. Показывает нам, Илон, что в доту он играть умеет. Кнопочки он нажимает очень круто. Героя контролит на высоком уровне. А на Зевсе сложновато раскрыть потенциал его. Точнее, наоборот, потенциал Зевса раскрыть легко, а вот сделать что-то еще сверху тяжеловато. Да и тяжеловато против Иллины немного стоять. С ее скоростью атаки, с ее сплами. Мы видим, что даже против Зевса, который может дистанционно откидывать первую, она справляется. Ну, у Зевса, на самом деле, все прикольно. Именно по игре с покупкой шарда он может действительно плотного героя, такого как Тайтхантер, пробивать. Мы это не раз уже видели, и в студии аналитики это отмечали, в том числе. Сларк пока на своей линии кайфует. Линов реформит в миде. Вопросы небольшие к Тайтхантеру. Как он там почувствует себя? Будут ли они нападать в Морфа? Я вот как-то комментировал с БЗЗ, и он рассказал мне такую историю, что, возможно, Морфа не надо бояться. Потому что, знаешь, как часто бывает, они в тебя нападают, а надо, наоборот, атаковать в ответ под Гошетку, что здесь и произошло. Фернсблайт забирает для себя Форс. Попытка от Вайвеса разменяться ничем успешным не закончилась. В стике Феррифарик. Отличный закуп у Леона. Рассчитывал на размены. Пойдет ли он, интересно, сейчас умрет от Тавр, отправится бесплатно в Таверну. Он порегенится с его ресурсами и вернется, но нет. Решает он пойти за баллунки руны. И снизу у нас нападение. Надавай ламу. Остается он совсем без ресурсов. Приходится нажимать ему стики. Илон начинает проседать немножечко по крипам. Видим, что, ну, примерно на пачку у нас стоит в плане вот именно добитых крипов, с которых ты получаешь голду. По динайам, понятное дело, тоже уйти вся проблема. Потому что, если ты подойдешь и будешь пытаться убить что-то с руки, то вот что по тебе прилетит. Собственно, Лилуш набирает тем самым еще и пассивку. Интересная вылазка от Леона. Если он прокачал условно Хекс, то за два дизейбла можно попытаться Зевса и наказать. Кстати говоря, Леон уже выходит там. Хекс залетел или нет? Нет, не достал все-таки. Илон типа и тут же ксаивился. Говорит, зря время ты потратил. Да, Зевс больше не такой простой герой, чтобы его гонгануть. Есть у него эскейп. Давненько уже добавили. Но, как-то знаешь, по традиции смотрю на Зевса, думаю, какой легкий килл. А тут он бах и отпрыгивает от тебя. Стан залетает. Илон, кстати, преследует Лелуша, зная, что Алекс где-то поблизости. И сейчас сила Марс вся раскроется. Замедляет оппонента. Перекидывает Лелуша здесь. Хватит ли дэмэджа? Там откатит в скором времени первая волня. Неужели Лелуш справится? Нет, он погибает от рук Илона. Ксаевус, кстати, тоже подставился. И мне кажется, еще бы секунду он бы тоже умирал. Ю гонит Зевса до конца. Один дикей буквально. Не хватает маны. Только мана натикала. Не достает. И тычки. Дэмэджа просто не хватает. Зевс двумя киллами. Камбэк на миде происходит. Алон прекрасно чувствует ситуацию. Подходит к зомби вплотную. Знаю, что он скоро умрет. Батит его. Делает килл этот еще обиднее для зомби. Сладых набирает стаки на давай лами тем временем. Вот, кстати, скрин прикольную вещь сказал, что это совсем не его персонаж. Посмотрим. Потому что действительно на аксе прыгал. Прям здорово себя мега чувствовал. Вчера на бруде проседал знатно. Там против него был контрпик. Сейчас Слара, который тоже себя чувствует великолепно. Но в теории, знаешь, с получением шестого левела на пару с Марси мы не раз видели эту комбинацию. И ты почти любого героя пробиваешь, если у тебя нет сейва. Нападение на снэпфайр. Очередной килл. Но покуда снэпка погибает, тиммейт где-то фармит на легкой линии и кайфует. Вот та самая Марси. Но в данном случае это не нападение, а попытка спасти. 30 крипов у Лины, кстати. У Зевса при этом 15. Несмотря на размены в пользу Зевса по киллам. У Лины все очень-очень хорошо. 2000 голды преимущественно на пятой минуте уже. Антайминг с 12 силы, кстати, бегает. Вот интересно, что будет по раскачке в дальнейшем. Потому что сейчас как-то все антайминги даже на пятерке начали максить дикей. Хотя вчера еще мы с тобой видели, как максится именно Томба. Ну, наверное, в зависимости еще от того, ломает ее кто-то или нет. Собираетесь вы рано куда-то выходить или нет. Если нет, то всегда можно играть в качку. Очень много ловкости уже соворовал Целлар. Кайфует. Куча стаков у него. Спокойно фармить здесь. И обрати внимание вообще на крипстаты. Просто три топовых за командой Полярис. Грустит визаж снизу, пока Марси чекает руну. Остался он совсем один. На визаже ты не хочешь оставаться в соло, когда ты линию проигрываешь. Тебе нужна какая-то хилпа. Возможно, какой-то вывод пачки из-под тавера. От Марси очень-очень грустно пока что по игре у Давай-Ламы. Может быть, камбэкнет по игре как-то в дальнейшем. Все-таки и на аксе вспомнил линию тоже там. Не очень комфортно себя на ней чувствовал. Ой, Марси подставляется здесь. Не ожидал игрок увидеть, естественно, хилпующего Лиона. Попытка разменяться от Илона. Но нету второй способности. Шестой левел, кстати говоря. Если бы хватило маны, можно было нажать ульт и сделать даблкил потенциально. И еще такой момент. Есть ли капли. Да, Лина себе купила и в теории могут вообще все-все взять. Потому что против Зевса это мастер. Такое ощущение, что Давай-Лама только что пришел с базы и у него уже нету больше, чем половины хп. Срочно нужно принести себе Транквилы, чтобы такого не происходило. Марси. Дубль-2. Но у Илона довольно мало маны. И сбить телепорт здесь уже нечем. Лилуш отправляется на базу, я так понимаю, отхилится и вернется в центр. В принципе, пачка вот только-только подходит, он толком ничего не потеряет. Да, Зевс пока без второго. Но сейчас часто первый именно максит, чтобы нормально фармить. И все-таки Давай-Лама доигрался. Знаешь, тут один прыжок не получилось, второй прыжок не получилось. Но с третьей попытки уже под нагробие смогли убить. Будьте какой-то размен. Прыгает Алекс на Марсе. Перекидывает Андаинга. И Зевсу достает с первой минус с ульты. Ну уж нет. 3500 Нетворса у Тайда. Все у него хорошо на топе. У Марфа, в свою очередь, тоже все совершенно неплохо. Оба они фрифарбят, но у Сларка все еще лучше, потому что он делает киллы, помимо фрифарма. Зевс, кстати, сравнялся с Линой по Нетворсу. Несмотря на то, что у Лины в два раза больше крипов, чем у него. Ой-ой-ой. Вот Лина, конечно, залетел, но Илон быстро. И Ловок пока дамажит. На самом деле, мол, не отскакивают по всем. Тут рискуют погибнуть и саппорты, если останутся. Пока что бросают лишь Андаинга. Ну, ему не впервой, на самом деле. Зомби это такой персонаж сам по себе. Подошел, кнопки нажал. Если не погиб, то вы файт, скорее всего, в ноль выиграли. Никак иначе. И вот Давай Лама пока не может без птиц отойти в лес, а уже давно хотелось бы. Одно удовольствие смотреть за тем, как играет Алон. Он даже моделькой героя контролит настолько круто, что ни одним станом Лина по нему еще не попало. Он... Вот что-то в этом есть. Какая-то магия его движения. Красиво играет, что еще можно сказать. Вы же, друзья, не забывайте играть так же красиво. Желательно с энергетиком Торнадо, который придаст вам сил, ловкости, заряд энергии, который необходим. Потому что игровой день у нас довольно длительный. Когда вообще он начался? Мне кажется, уже долго мы сели. По-моему, за 7 часов первые 2 беста в 3 закончились. И третье у нас тоже шло относительно долго. Так, думаю, что не менее 12 часов этот день уже идет. Ну, около того, да. Может быть, даже побольше. Морф с Фальконом. В принципе, шмотка, без которой сейчас просто невозможно жить. Практически никакому кору, который нуждается в мане. Суларинг нынче стоит довольно дорого. Что у нас по андайингу? Ю, кстати, 100% побед. Ну, то, что ты отмечал, да, когда команда часто побеждает, там почти на любом персонажу у тебя хорошая статистика. Тут, наверное, больше на кода надо смотреть. То есть на андайинге набить 10, это равно, ну, практически не умирать по игре. Тем более, что он играет на позиции 5 андайинге. И это все в этом патче. Это точно был не коровый андайинг, просто очень хороший перформанс. Смок прожимают. Есть вроде обсервер там со стороны дайер, но, естественно, когда-то в смоке тебя не видно, поэтому есть возможность. Воспользоваться эффектом неожиданности. Знаешь, на самом деле, вот давай лама. Вроде его и так на линии загнобили, но убивать его можно еще 10 тысяч раз, просто потому что Сларок будет копить эти стаки. Для него это жизненно необходимо. Да, там стан, по-моему, уже прилетел по визажу. Или что? Или что случилось там вообще на нижней линии? Пока непонятно. Показывают нам, как ломается вижен. Тем временем визажек... Да, задоджил. Посадил, видимо, птицу каким-то образом. Может, станом не попали. И перетягивается к давай ламе все команды, между прочим. А вот это не фиг неожиданности уже с другой стороны. Тандр гадз, готов у Зевса. Много дэмэджа может залететь в АОЕ, по всем абсолютно. Вроде очень вкусный Леон. И нужен прыжок от Марси. На Старка урона не хватит. Есть у него Шэдоу Дэнс. Зевс у нас пока без прокачанного второго скилла. Только у него есть первое вооружение и ульт. Куча стаков для Лина. Приятно. Илон все еще выжидает тот самый момент. Алекс бегает где-то рядом. Для Зевса это, кстати, неприятно. Потому что он за вот это время беготни мог очень много пачек убить в том же центре. Нафармить. А как мы знаем, Зевс с получением айтемов становится все сильнее и сильнее. Это вообще такой персонаж, на котором-то очень много всего может прикупить. И Каю, и Линзу, и Акторин, и Аганину. Очень много полезных слотов. Все хочется, но в билд обычно все эти шмотки не влезают. Ну и кстати, покуда скаутились Ларка, здесь давай Лама даже начал потушивать линию, ломать тавр. Этим же занимается и Форрс. Но там телепорт от тиммейтов. Полетели Мортимаркизас. Мортимаркизас, но нет какого-то дизейбла, чтобы все это дело как-то продлить и поддержать. Зевс ультимативной способности добивает-таки Лилуша на пару смартфон. Очень хороший минус. Правда, в ответ придется ему умирать. Полярис одновременно успевает изодефать Тайвер снизу. И еще и на топе героев убить. Пойдет ли наконец-то вышка снизу? Визаж очень хочет ее сломать, иначе геймплея у него совершенно нет. Я очень бы хотел посоветовать вам забрать бонусы на Ботбум, друзья. Пока этот турнир идет, 1000 рублей. Крикайте на баннер под трансляцией, вводите промокод INT22. Что у нас? Преследует уже и Форрс своего оппонента. Плюс как раз-таки Тайдхантера в том, что он очень плотный. И на такой минуте с любым переходным айтемом, по типу там Худа, неважно. ВГ, понятное дело, никто не покупает. Ты просто приходишь и тебя не взять. Чтобы тебя убить, нужно там 2-3 героя. Поэтому ты стоишь спокойно, деф и штавер, когда для тиммейтов тоже открыл топ. И там может спокойно кто-то из тиммейтов фармить. Кстати, действительно не могу себе представить, как на данной стадии игры команда Дайер может убить Тайда с Худом на нижней линии. У него практически промакшена пассивка. Она уже в 3 поинта. И когда она будет 4, враги просто урон перестанут в нее уносить. Он может просто широко встать перед Тир-1 вышкой, ее никогда не снесут. И знаешь, для Давай Ламы это плохие новости. Потому что уж очень он хочет открыть эту вышку и начать фармить там хотя бы 2 кемпа рядом. А все, что он делает сейчас, это фармит только крипов на линии. Вообще, за Полярис я такое замечал, что эта команда, когда доминирует, у нее все хорошо. Они пытаются, знаешь, в стиле Entity действовать. То есть Entity, если вы смотрели, допустим, финал, европейских квалификаций, они там Сикрет справлялись так, что у них вот эта вышка в боте стояла чуть ли не на 30-й минуте. И даже там на 20-й, когда ее пытались сломать, когда-то не надо уже тратить времени, все равно они прилетали. И не давали вот просто ни доли пространства своему оппоненту. Здесь пока занимаются тем же самым. Наоборот, сам Тайп подпушивает товара. Из плюсов фармит Морфлинг. Его никто не останавливает. Уилона немного, но, знаешь, Зевсу очень много шмотка не надо. Именно для того, чтобы нормально подраться, он свое потом скиллов получит в случае удачного файта. Блинк Даггер, нам показывают, появляется у Тайда. Отличный выбор. Как всегда на Тайде, ранний Блинк относительно. С худом это еще сверху. Должны, наверное, искать тимпфайт сейчас, Полярис. А вот и он, да. Но тут Алик, смотри, улетел. Ой, а это как-то было очень нагло с его стороны. Он просто на Марсе, прожал Анлиш, прыгнул в героя, запорсил оппонентов на два телепорта. Это, знаешь, такие шансы и проблески позитива у Wildcard. Потому что теперь ослабили немножечко и нижнюю линию, и middle. И там пофармить можно более активно. Возможно, вышечки немного подбить. Полярис пока странными действиями занимаются. Ну и, кстати, их преимущество с Лейнинга, оно тает. Было там 2 или 3 тысячи. Остался всего лишь один косарь. А это условно какое-то убийство на коре, и все. Да, действительно, сложно назвать это проблесками, когда игра относительно равна сейчас. Показывается у нас по графикам. Да и в целом у Марфа очень хорошая игра. Взамен на это есть хорошая игра у Тайда. И быстрый блинг, но пока что мы не видим реализации, мы не видим смоков. Использование этого блинга Тайдхантер все, что делает, стоит снизу и защищает вышку. Ну, можно не на Тайдхантера нажимать смок, а нажимать с тиммейтом и бежать в этого Тайда. И тут подрывочный идти какой-то минус. Ой, как же доджит это все до Вейламы. Я не понимаю, там вроде нету никаких обсерверов. Он, помнишь, на аксе тоже прыгал в пустоту, но все-таки его настигла эта участь. Секс от Леона. Куча дэмоджа. Ультимейт от Лины. Хватит ли урода? Да, пока нормально. Тиммейты где-то поблизости, поэтому можно посадить одну птичку, вторую, попытаться забрать Ксавиуса. Но на ХГ, естественно, Девса идти не станет. В два луча убили беднягу Давайламу. И так у него игра не задавалась. Так стало еще похуже. Но в это время, можно сказать, что он спейси для команды. Спелы сейчас уреден в КД. На морфе можно не бояться, что тебя убьют слагуны или фингеры. И спокойненько фармить. Но в то же время против тебя есть Сларк, который может тебя и законтать. Видели мы уже такую сборку фалкон диффуза против морфов на Сларке. Следующим идет у нас Аганим. И вот на Цуме ставит потом уже Скаде в Квикбай. Они ставят себе БКБ, думают, что ему не понадобится. Против морфа, конечно, хороший артефакт, но хотелось бы все же увидеть БКБшку. Просто очень много всяких АОЕ способностей. И Морти Маркиз, и Зевс, которые потенциально рано или поздно купят тот самый Аганим. Да и в принципе он дамажит знатно. Ну, надеется, видимо, на то, что он там будет прыгать в одну сторону за счет паунса, потом уходить. Все-таки Аганим как-никак. Лютая мобильность. Здесь под третью катапу, вышедшую в центр, пытались вышку забрать. Не получается это сделать. Ну и Зевс, он потихонечку обретает пик силы. Ультом просто добивает Леона. Непонятно вообще, где это произошло. Странный довольно момент. Видимо, где-то Бедняга загуливал. Может, какой-то стак там пофармил. Пытался с Транквилл отхилить. Не знаю. Бесстрашно действует Полярис. Линия остается рецепт ДБКБ. Где-то осталось 50 голдей. Они все равно уже начали пушить. Не боится он, что умрет. ДБКБ уже прилетает к нему. И сейчас появляется вот тот самый пик силы. У Полярис. Вайвас 19 кд. Одна победа. Не проигрывал еще на этом турнире. Как тебе такое? Здорово. Посмотрим, как исполнит на морфлинге. Но обычно морфе это прям такие грандмастеры, у которых 30-е там ловала. Если не на основе, то где-нибудь на сморфе. Потому что просто так морфлинга никто не пикнет. Довольно сложный герой в плане реализации. И очень скиллозависимый, кстати говоря. Здесь нападение все-таки в очередной раз на визажа. К ДВЛА им присоединяется тиммейт. Это Марси. Но вовремя понимает, что спасти уже не получится. Давай ламу лучше его спокойно отдать. А там файт, кстати, на топе. Тоже назревает. Андайанг проседает по хп из того, что я увидел. Да, за счет Марси удалось все-таки зомби зафокусить. Сам Аликс выжил. При этом есть Форс, которого имеет сырая ваше. Давать, наверное, не стоит. В морфа бёрста не хватает. А в это время Зевс пушит центральную вышку. Она, в принципе, тепловая. Удар вышкой это уже давно упало. А Урединд стоит и падать не собирается. Илону бы сейчас еще и второй замаксить. Просто там первый... Да-да-да, вот смотри, уже полт в три. Будет в четыре. Потом какой-нибудь Шарт. А Шарт уже появился, кстати говоря. Там еще и Шарль выпало. Необходимость на Зевсе на пятнадцатой минуте. Да, слишком много дает данная шмотка. Будет выход на Леона, я так понимаю. Довольно простой минус должен быть. Не спасает, кстати говоря, нейтралка. Сейчас посадит птиц. Нет, он ее хиксует. Как же Ксавиус хочет жить, слушай. Хотя буквально сколько там? Минута назад мы видели, как он от Зевса умер, от его ульта. Вообще непонятно, по какой причине. На Цуме. Есть у него уже один компонент Аганима. Остается еще три. Наверное, все же ждут его повар Спайк, потому что у Тейда появился блинг, реведж. Команда никуда не пошла. У Лины появилась БКБ. Команда, опять же, никуда не пошла. И какой-то же план должен быть. И вот сейчас, кстати, есть Смог. Тот самый Смог с реализацией реведжа. Дружок первый неудачный. Ну, слушай, тут давай лама в позиции. Его, скорее всего, будет попрофитнее подловить, нежели Снэпфайр. Да, давай ламать, сюда не уйдет. Равага на всякий случай. Будет минус два. Ну, кстати, Томбу практически Сэм сломал. Однако за нее придется поплатиться жизнью. Пытается уйти на печеньки. Его ловят здесь. Илон вне позиции. Надо Зевсу убегать. Два минуса, конечно, дали. Но потратили реведж, потратили Томбу. За это можно наказать и открыть мид, наконец-то. Начинает появляться морфинг в игре. Вышел он на Т1 вышку. Понимают команды Валкар, что нужно открывать контроль карты. Нужно ломать Т1 товара. Видим, что в 19 минутах все три вышки Т1 стоят. И из-за этого... Какой билд крутой на Форсе. Ты посмотри. Он просто купил себе пай. Получается, Соло Ринг. Как раз таки вот почему Соло Ринг прикольный. Он иногда нужен все равно, если это у тебя потенциально будет покупка рефрешера. В данном случае он и хочет этот факт приобрести. Ну слушай, две Раваги довольно ранние у него будут. То есть это до 30 минуты появится. Это прям мега сильно. Знаешь, чему я удивляюсь? Я вот сейчас хотел закончить мысль тем, что все Тритайвера стоят у Вайлдкарт, но... Точнее у Полярис. Но при этом по голде они преимущественно не зарабатывают. Каким-то образом, несмотря на то, что контроль карты намного меньше у команды Вайлдкарт, они не отстают по золоту. Сейчас был очень важный минус. Там, если что, при участии Мэрфла был убит Сларк. И это случилось. Он был в Соло на топе, где стоял вражеский опс. Не знаю, заметили на нем или нет, но по идее Сларк должен следить за такими вещами. Все-таки есть для этого ультимейт, есть пассивка. Попытаются отомстить, скорее всего. Тайд развлекает в миде. А тут Вайвес оставался в Соло. Но он вовремя оформил телепорт. На Морфее, вообще на любом коре, ты должен всегда понимать, когда нужно грамотно отойти и пофармить безопасную территорию. Сэм встречается с ее. Ломает топ-сервер Вард. Рошана по ТД. Кстати, не обошлись ли в прошлой игре? Полярис у нас об Рошана, без какого-либо минуса. Идут они сейчас, делают то же самое. Есть у них информация о Марсе, на нижней линии или нет. Да, видят они героев, попадают они в сканы, понимают, что никакого дефа Рошана не будет. И смотри, действительно, ноль врагов в зоне ТВ-вардов, но все равно, без какого-либо страха, идут, забирают. Ну, до Рошана коэффициент на полярис был 1.48. Сейчас рискну предположить, что он стал еще более в их пользу. Вы же не забывайте ИП-22 пользоваться промокодом, баннер под трансляцией, естественно. Сильно, на самом деле. И это 5 минут, которые полярис не обязательно даже пушить, там давить как-то оппонента. Главное просто фармить больше, выйти в тот самый рефрешер для Тайда, и они будут мега-мега сильными. Как мы с тобой уже обсуждали, для Марфа это не фришная игра. Да, когда ты играешь там против Марф Трои, против Траблейда, и прям вообще изи, просто тебе надо превратиться, нажать пару кнопок, ты уже неубиваемый, вносишь кучу урона, то тут главный имба патча от Морфлинга, ну, работает так себе, потому что против тебя Сларк. Не соглашусь. Сларк же тоже совершенно не любит, когда ему забирают просто 75 такспида. Но у него тяжелее забрать, я просто к этому. Потому что у него аганим, он держит позиционку, будет еще шарф, будет ульта. А нет, там такой рейндж, что, мне кажется, на любого героя на карте можно нажать, и она нажмется. А вот и у Зевса появляется, это Реал Блейд, с огромным рейнджа, он его кинул сейчас. Хорошая шмотка. Дабл сейвите себя и тиммейта в случае чего, ну и дэмэдж, понятное дело, усиливать тоже. Знатно он может. Лина, я так понимаю, тоже, да, там какой-то мэджик билд больше пошла. Сларк уже с аганимом, собирает себе шард. У Морфа почти аганим. Круто здесь Алик стоит, будет ревидеть смоки в случае чего, если вдруг захотят обидеть его братишку. Но прошли мимо, на двойку заходит у нас ребята из Полярис. Возможно, расставят тут какой-то агрессивный вижен, либо разобьют еще один смок. Могут они сейчас встретиться около мидовой линии. Будут ли Полярис заходить в лес налево, или пойдут ломать тертовую вышку в миде? На самом деле, мне кажется, вот вышка в миде, именно из всех Т2, она меньше всего дает позиционно именно. И ее зачастую тяжело забирать, потому что по факту у тебя нет вижены ни справа, ни слева. Ну, тяжко. Отовсюду могут оппоненты напасть, довольно удобно сюда приоритетать и так далее. Пока что просто закрепились на двойке, пытаются фармить больше, нежели это делает оппонент. Получается. Ну да, сейчас им будет проще, конечно, пойти на вышку снизу. Ее, скорее всего, дефать команда Велкард не будет, потому что у Полярис есть Аегис. Драться вы, наверное, не очень хотите, но у Марфа появляется Паверспайк, у Марфа появляется Аганим. И кто знает, что же с ним они захотят делать? После этого БКБ и будет фактически неубиваемым персонажем, на самом деле. Единственный момент, что тебя где-то могут захексить и довольно быстро заберстить. Мы уже отмечали, что там и Лагуна Блейд есть, и Фингер от Леона. Суммарно, это много урона. Ты не хочешь на Марфе постоянно перекачанном в фулл силу ходить, понятное дело. И вот этот Пайп, про который многие команды почему-то забывают, для меня странно, потому что и аура, и активка работают идеально против таких героев, как Пак, Зевс. Против Зевса, наверное, один из самых эффективных айтемов. В свое время Пайп был очень силен в доте, и его нерфили, так знаешь, несколько патчей подряд. И он потерял свою актуальность, стал слишком дорого стоить. Хотя все такой же прекрасный артефакт. Просто многие говорят, что там ВГ, допустим, дает ХП, но на деле этот щит, вот эта активка даже на Худе, она же тоже дает ХП против магии, если ты уверен, что тебя будут бить. Но сейчас это часто объясняют тем, что все герои бьют с руки, знаешь, из серии. Поэтому нет такого, нет драфта, где только магия, исходя из этой логики. Аликс, ну что, можно попытаться развести Наравагу, либо просто заберстить Форса, ставится Томба на ХГ, Аликс всю бычку просто устраивает до конца. Есть БКБшка, все-таки уходит отсюда, подставляется по итогу снэпка. Ну слушай, хороший килл на бабки, все еще действуют и гиды бессмертия. Правда, этот файт они навязывали с мыслью о том, что давай лама сплитит бону. У него это довольно недурно получается. Заметим, да, что это была Марси, четверка. 25-я минута у нее есть БКБ. И сейчас это БКБ нажало и умерла, пока он был в КД. На давай ламу, кстати, побежал Сларк, попытается его не отпустить. Просканил четко, паунс, зацепил, второй же есть, можно нажимать, да, здесь давай лама никуда не убежит. Под все это дело еще и Леон стянулся из телепорта. Три минуса, слушай, ну вроде как прикольный мув. Хотели организовать вайлдкарт, у них не получается, тут еще Равага по двоим. Находит Зевса, находит Марфа, заберстили все-таки его. Вот он, Лагуна Блэйд в действии. И так получилось, что вообще по разным частям, по разным уголкам карты находит четыре фрага Полярис, все это дело под заканчивающийся Аегис. Да, отличный отрезок от команды Полярис временной. Знаешь, практически получился тимвайп у них на разных частях карты, как ты и сказал. Сейчас можно забрать будет Тавр на топе за счет этого. Или нельзя, или Зевс не позволит. Оу! Это было сильно. А мы в начале карты говорили, что на Зевсе тяжело исполнить красиво, но Алон показывает, как это делать. Чувствует персонажа нереально. Как же он чувствует! БКБ, кстати, у Марса, если не в КТ, можно на кого-нибудь и прыгнуть. Все-таки Зевс рядом, в скором времени ресница Морфлинг. Ну, тут покидают опасную зону Полярис. Для себя они, я думаю, достигли того, чего хотели. Но вот эти подфиды, знаешь, такие интересные. С Ларах, там помнишь, ставился под ульт, непонятно как. Сейчас Лина умирает. Они немножечко бустят. И Зевс тоже там по Нетворсу ничуть не отстает от своих оппонентов. Зевсу должно было дать очень мило. Голды это был соло-килл. Или не может. Стана промахнулся. Ромага там в КД. К Илону выдвигается команда. Я не знаю, мне кажется, Форс вот так вот впрягаться за тиммейта не должен. Потому что ты сейчас попытаешься спасти Леона, погибнешь сам. У него-то есть блинка, он убежал. А вот тебя явно не отпустят. Знаешь, так получилось, что должен был умирать Саппорт, а в итоге погиб Кор третьей позиции. Да, подбайтил Алон очередной момент создал для своей команды. Как мы замечали, играет он просто замечательно. Выделяется на фоне всех остальных игроков. Хотя на фоне Давай Ламы в прошлой карте не выделялся. Ну хотя как? Он там нормально на финде бахал. Он же два раза убил оппонента в миде. Практически в Солянова. Возможно, если бы не это, то и у Давай Ламы игра бы не столь хорошо складывалась. Блинк плюс Фор. Килл Сибилеон. Это, конечно, не спасет тебя от прокаста Зевса. И обычно Ксавиус будет прыгать, скорее всего, в один конец. Далее страдать от АУЕ, от огромного количества магии. В этом плане Зевс, конечно, максимально силен. Но я все еще жду рефрешера на Тайде. Когда он появится, драться будет мега-мега комфортно. Вышка в миде. 28-я минута. Все еще стоит. Не могут никак справиться с ней в альт-карт. Много свободы на карте она даст, если они ее снесут. Но они даже не пытаются. Хотя, казалось бы, визажом можно просто уже отправить фамильяров. Они достаточно левела, чтобы сломать этот тавер. Никакого бэкдор протекста на нем нет. А ты не помнишь, там с Кадди же, да, пытался себе варить сладок? Просто в итоге он вышел в линкен-сферу. Сколько я понимаю, да. Решил он законтрить аганим морфлинга. Ну вот я о тебе о чем говорю. Он и так постоянно то в ульте, то в шарде, да, то прыгает далеко. А тут еще и линка. Кого будет превращаться морфлинг, интересно? Не такая уж эффективная линка у нас против Зевса. Он любым сплылом тебе может ее сбить. С огромного рейнджа. Да, но если потенциально вылезет какой-нибудь типа КБшка, находит, кстати, Тайда. Не лучшая цель, он довольно плотный. Пока что спасает Зевса. Вайвес тоже отходит аккуратно, понимая, что сладок уже потратил ультимативную способность. Надо раскайтить, но вот против Томба на глазике на таком ХГ драться я бы не стал. Погибает уже Марсия. Размен на двух героев, кстати говоря. Равага ничуть не помогает. Вайвес дерется в соло против двух героев и получается у него относительно успешно. Пробил здесь Лину, отвесил станчик. Лина все-таки погибает. Большинство для команды Вайлдкарт и Нацуми пытается отсюда сбежать за счет паунса Саганима. Скорее всего, ее тоже не отпустят. Такая драка получилась от Вайлдкарта. Я, честно говоря, даже не понял, как в нее выиграли. Вроде такая Томба стояла, но, видимо, раскайтили Сларк, он ничего в драке сделать не сумел. Показывает нам об сервер Марфа, как будто бы отвечая на твой вопрос, как они ее выиграли. Я смотрел всю драку за Марфом и он просто сделал все идеально. Он превращался в Сларка и как будто бы Сларк у Марфа сделал больше, чем Сларк у вражеской команде. Он постоянно нажимал драк пакт и снимал все станы с себя. Хотя был Марфом. Это было красиво. Про сканили, точно понимают, что Визави находится на Рошане. Украсть тут нечем, поэтому придется просто смотреть на то, как у Марфа появится шар возможный. Но он бы, кстати, не помешал в теории. Все-таки там Равага та самая имеется. Нападение на Зевса. Зевс спасет тебя или нет? Айудис появился у Илона. Это неплохо. Нацуми не поплатится ли он за такую наглость? Слушай, ультимативная способность. Гонится здесь. Есть Паунс. Убегает. Но он еще и на Хосте находился. Моментальный смог, ты посмотри. А вот это, кстати, ну, я так понимаю, на отход, но вообще было бы здорово. Я помню, когда Нигма вот состав с АЛТВ только собрался. Там был прикольный момент. Знаешь, там патча крипов умирала. Миракл делал ТП на базу. Был Вижн, как будто он улетает. После этого он отменяет. Вижн пропадает, они нажимают смог и неожиданно выходят и убивают. Да, в те времена было много, конечно, хайлайтов с Мираклом. Помню один из, когда он убил на АД пятерых просто в соло. Эпоха, возможно, ушла. Мне кажется, что с тех времен просто огромное количество молодых талантов появилось. И знаешь, уже много кто круто исполняет. И Илон один из них. Вот опять же, Зевс вроде на нем-то не может раскрыть весь свой потенциал, но насколько он круто чувствует героя. То есть он ни разу мы не видели такого, что ой, ну он как-то погиб. Непонятно. Нет, он наоборот соло килл ин ходил, комфортно чувствует себя по игре. Да, в каждой игре он в ранней игре позволяет своей команде держаться на плаву, несмотря на то, что зачастую боковые линии проиграны. Захватывает аванпост. Сила полярец. Все-таки Т2 вышку снесли довольно давно и имеет она своеобразный плюс. Единственное, что этот аванпост обычно импактен, когда ты выходишь на Рошана. Тут прыжок от Аликса. Интересный такой на Лину. Лилуша развели просто на БКБ. При том, что есть Аегисы, уже сносят Т2 внизу. Да, потихонечку возвращают контроль карты у нас WorldCard Gaming. В течение 30 минут они играли отстающими. И сейчас пришло время, кажется, наверстать упущенное, да, и начать гонять врагов по карте. Забавно, да? WorldCard уже вторую игру показывает по факту одно и то же. Разными пиками абсолютно, разные камбэк-механики, но они есть. И они, видимо, чувствуют, что в игру можно вернуться из любой ситуации. Леон все кнопки прожимает, говорит Девс, не стукай этими молниями. И килл отстает все-таки Лону. Мог, кстати, пожалеть Давай-Ламу после такой линии обидной отдать ему этот минус. Да нет, незаслуженно была Давай-Лама, если бы он украл, я бы расстроился, потому что это чисто был соло-килл Зевса. Там еще и Нага Ним насыпало ему, поэтому нормально. Тысяча буквально остается, будет еще и Нимбус в драке, крайне полезный. 21-й левел. Крутые таланты у Зевса есть на 25-м. На ОЕ-шный болт, либо на урон от первой с пола. Оба таланта хороши, но обычно сейчас берут вот его Е-болт, очень крутой. Да, ну, кстати, вот это вот оглушение с болта, оно помогает, если ты Нимбус как раз-таки покупаешь. Но здесь решил правый талант именно взять. У Тайда, что у нас там? Помнишь, я говорил про рефрешер, который появится там до 30-й? Кажется, я тебя немного обманул. Не появится у нас рефрешер до 30-й, да, уже 32-я, 33-й рефрешера все еще нет. И 63% шанса победы Дота Плюс на победу Вайлдкарт Гейминг в игре, в которой, казалось бы, уже выиграли Полярис в один момент. Кто сильнее, машина или наши аналитики получается? Вайверс спасают, попытались его заберстить здесь довольно жестко. Они просто там все практически за Полярис проголосовали. И вроде как поначалу были все поводы для того, чтобы комфортно чувствовать себя в игре. Но мы видим, что даже под ДД у Лилуши не хватает урона, чтобы справиться с этим Морфом. Морф знает, что делает. Снесли они еще одну внешнюю вышку, вышли в преимущество на 3000. Ну, это такие себе деньги на 30-й минуте, откровенно говоря. Минута 20 до конца Егиса. Будет ли он реализован? Кстати, он уже был реализован, на самом деле. Морфинг пошел, забрал Т2 снизу с ним, Т2 в меди, Т2 в топе. Ну, стоп, нет, в меди он не забрал, забрал снизу и в топе. В меди она все еще стоит. Но оказывается, да? Куда там Сларк прыгает, интересно? Как-то такое ощущение, что нацами пытается какой-то 5-рублевый байт, знаешь, устроить. Мол, я здесь один, и я никого не боюсь. Кстати говоря, по Морфу можно его зафокусить, но это лишь первая жизнь у него Эгиды, я напоминаю. И куда же вы прыгнули, друзья? Тут тот самый Зевс, Нимбус, который работает на ура. В данном случае он защитный, но убили и Сларка, и Тайтхантера. Все, надо убегать. Кто может? Тайтхантера пытается подсевить тиммейт, и вряд ли ее отсюда уйдет. Три фрага на ровном месте, ничего толком Wildcard не потратили, на самом деле. Немножко не понимаю я логики выхода Polaris во вражескую тройку. Счетом того, что у врагов остается до конца Эгиса 50 секунд, вы прыгаете, фокусите Морфа, создаете позицию, в которой Wildcard Gaming вас просто могут раскатить, убить, что так и получается. Ну, Лилуш сразу понял, к чему эта драка идет. Такое ощущение, знаешь, он изначально понимал, что это не самый лучший кол, и такой, ладно, я был прав, и ушел назад там фармить Лиса, толкать линии, этим же Илеон занимается сейчас, но, не знаю, очень странный момент. С одной стороны, это, знаешь, эффект неожиданности, потому что вы только что отошли, у вас Аегис, и ты, наверное, не ждешь, что оппонент вот так вот нагло на тебя полезет. Он нуждает поражать первый гриф, он обновится после потери Т3, поэтому Раки сломать навряд ли выйдет, но в целом все равно многое получили вайлдкарт, уже 8к перевеса, у Зевсата все больше и больше слотов появляется, вот Марфу главное не подставиться под какой-то рандомный хекс на самом деле, потому что мы видим, что демиджа-то на него хватает. Отличные печеньки от Сэма с Шардом, работают практически как Форстаф, на огромное количество дистанции бросают они тебя. Затишье небольшое перед третьим Рошаном. Сейчас команды не должны агрессировать, расставить нужно какой-то Вижн. Вижн уже на подходе. А можно нам андаинга показать, кстати? Я просто люблю андаинга. А, ну да, понятно. Он просто играет без Холилокета, поэтому взял талант на урон от Зомбей. Все-таки, когда ты там через Сол Рип катаешь, там за хила тоже много залетает, но тут от Томба на самом деле многое зависит. Он ее обычно ставит очень здорово, то есть несколько раз прям на глазике, там на ХГ оставалась и работала всю драку, но не помогала. Валькард Гейминг придерживаются стратегии, просто ставят варты, стоят на нем, а тут пока Полярис сами в них прыгнут, это уже получалось у них несколько раз. Посмотрим, получится ли в этот. Ну я бы в Гиперлейт не затягивал на месте Полярис, если, допустим, там игра будет очень длительной. Потому что мы видели Марсе там на 40-й плюс минуте, когда появляется там БКБ Башер плюс один слот, она... Ну я видел не раз, что Марс четверок просто Лину перебивает под ультом. Там реально демоджа очень много и как раз слабость дальников в том, что от тебя Башер работает так себе, а милишник всегда его возьмет и ты просто не будешь бить. Смог на смог. Вижн, как ты отмечал, здесь со стороны Дайр хороший. Напали в Зипсан, у него есть шмотки на сейв. Нациум пока никого не пробив толком, пробегал все БКБ, придется нажимать ультимативную способность, тем временем сгрызли Лину, то о чем я говорил Марсе в действии под Марфом. Уничтожает Тайда под самый конец Ревадж, наверное, для того, чтобы просто ушел хотя бы Сларк, но это минус 2 очередные. Повезло, что Рошан еще не реснулся. Опять же, в этот гейминг вообще никаких действий совершать не приходится. Они ставят ворды, ждут, и враги сами в них бегают, и Зевс ставит нимбусы. Как-то ощущение есть, что поляри сломались под давлением нижней сетки, под давлением турнира, под давлением близкого вылета. Ну, ты смотрел сегодня первую игру? Я вот смотрел, и, честно говоря, даже где-то удивлялся, насколько классно именно они отыгрывали на карте, которую они выиграли. Но сейчас, да, просели, и нижняя сетка давит, и на экстрим она сегодня давила, но те справились, и, откровенно говоря, на третьей карте не оставили шансы. Здесь может быть то же самое, но придется выбраться с 13к преимущества от оппонента, и это преимущество растет, уже минус две стороны на равном месте. Отойдут после этого, естественно, вайлдкарт. Мы отмечали с тобой их дисциплину, просто где-то под свой вижен. Как раз-таки Рошан урезается уже скоро, думаю, тайминги у них есть, полторы минуты до респавна. Третий Рошан появится там либо аганим, либо рефреш. Что будет и лом покупать? У него просто в скором времени накапает на плюс один артефакт. Аганим так тоже есть. Можно задуматься о Акторине, чтобы просто чаще сплейте кидать. Нимбус на самом деле он прям, ну такой кайфовый, потому что многофункциональный. Ты тиммейтам можешь помочь у себя где-то задефать, кинув просто Нимбус под себя. Тандергац тем временем нажимается. Томба в ответ, пытается пробить давай ламу, но он посадил своих птиц. По итогу Сларак опять же потратил важные способности, не пробил никого и без шарда приходится отходить назад. В то же время отдал форму Сларка Марфу. С ней он может бегать, прыгать далеко. Два прыжка дается, то есть помимо того, что ты превращаешься в Сларка, ты получаешь еще агонимную способность два паунца. А представь еще один маленький момент, когда у него будет 25-й. Две волны два паунца. Он реально от своего трона может добраться до, я не знаю, вражеского ХГ практически. Это будет жестко довольно. Смог пока не нажимают, чекают Рошана время от времени, таймер выпал довольно длительный. Спелл Периизма у Ю-Ю. Это у кого там закрывали? У Сларка. У Рейдин. Просто для Зевса это прям ууу. Там такие кулдауны сладкие будут. Просто Зев, знаешь, он в какой-то момент сможет чуть ли не с базы спеллой память свою. Давай ламу уже с Керасой. Уверенный такой боец. В начале у него игра совершенно не задалась, но кого это волнует, если он сейчас выиграет карту? Да. Штормкрафтер выпал. Тоже можно взять. Приятный айтем, который сейвит и какой-то демодж лишний вносит. Везыгонимы, кстати говоря, агонимы, такие шмотки, знаешь, сейва вроде как и без этого хватает. Что там у Тайда с рефрешером, я так и не понял. Только что показывали. Сороковая минута у Тайда лежит Войтстоун, 2000 голды и ничего больше. Это было минут 20 назад. Буквально. Да, вот, посмотри. Ну да. А, Шива появилась. Ну окей тогда. Просто слишком долго инвентарь не менялся. Я уж подумал, что Тайд там все. Денег перестал зарабатывать вовсе. Против морфа Шива хорошо работает. Снижает эффективность перекачки. Так же, как и Скади. Но Скади у Сларка нет. Если Скади у Лины, скорее всего, тоже нет. Ну с нейтралками кстати, повезло. Там и спал Призма, и Витч Бэйн выпал. Можно снимать всякие способности неприятные с тиммейтом. И, так скажем, отжираться за счет маны врага. Вносить очень много демеджа и, кстати, по морфлингу, и по Зевсу. Падает у нас Леон. Есть байбэк, и, наверное, стоит Кавиусу его прожать, потому что без него драка будет, ну, такая себе. Прыжок от Сларка. Не в один конец, за счет того, что есть Аганим. Но Морфа это слабо волнует. Пускай оппоненты сами там что-то придумывают, он спокойно избивает Рошана. У того остается очень мало ХП. Если он добьет и заберет Аегис, игра, наверное, будет закончена. Поэтому надо прыгать как-то. Лилуш заходит сюда, вынужденно прожимает БКБ, но и гидо бессмертия уже у морфлинга, и он здесь явно в преимуществе. На ХГ стоит Нимбус. Выйти отсюда не выйдет. Проседает Форс очень сильно по ХП. Из плюсов, конечно, не тратил Равагу, поэтому даже если погибнет, возможно, сможет байбэкнуться и будет какая-то драка уже на ХГ. Есть байбэки у нас у Тайда и у Андаинга. Придется нажимать. Осталась последняя сторона. Либо ты жмешь байбэк, либо у тебя мега-крипы. А с мега-крипами из такой ситуации выбраться уже практически нереально. Форум покатилась. Я напоминаю, это герой без байя, между прочим. Леон, нельзя погибать, но он отваливается на 80 секунд. И, возможно, это последние 80 секунд, в которые он будет находиться в рамках стадии Last Chance. Потому что падает третья сторона. Мэрфай здесь пытаются хоть как-то остановить. Сейчас бы пальчик Леона. Хек, Стан, хоть что-нибудь. Но вода пока просто крушит строение. Сларок прыгать не может. Но, наверное, надо сейчас идти в последний бой. Все-таки есть. Тароеводж прожимают. Никто не успел, кстати говоря, вкстовать БКБ. Поэтому дадут. Тут, скорее всего, какой-то фраг. Но дэмэджа пока не хватает. Вайвес живет. В случае чего будет еще и вторая жизнь. Напали там на Илона. Зевс потерял справедливости ради позицию. Но Сларок, опять же, без БКБ. Его должны за такую наглость, по идее, наказывать. Но он неплохо раскатил, обрати внимание. Попытается убежать как-то. Морф тоже уходит. У него есть и гида. Поэтому можно просто регрупнуться, отхилиться и сделать дубль два. Остался последний барак. Тот самый 25-й левел Морф, который имеет два вейвформа, два паунса, когда превращается в Сларка. И в рейндж барак все еще стоит. Немножко заигрались. В World Card Gaming запрыгнули на вражескую территорию, на вражеская ХГ. А там уже драться не так-то просто, когда этот Хантер прыгает в Ассервейджем. Сларк тоже, на самом деле, все сделал красиво. Прыгнул в Зевса, который представляет для него максимальную угрозу. Только Зевс его убивает в этой игре. И пока что Зевс справлялся отлично с этим. Слушай, а не ошибка ли это? Вот так вчетвером нажимать смок. Надеюсь, что на это не поведет соперник. Не подумает, что вы вот так в наглую пойдете его давить. Нет травани на самом деле. Вот в идеале просто подождать Зевса, и вы будете уже в плюсе. На крайний случай у Зевса есть байбэ. Ну да, какой-нибудь... Нимбус он нажмет. Напали на Лину. Лина падает без бая на 90 секунд. На мой вопрос ответили грубо Полярис. Я спросил, ожидают они такого смока. Нет. Думали, что оппоненты отсидятся и подождут своего мидера. Нападение на снэпку. Ее точно можно здесь убивать. Вайва все еще живой. Все еще с двумя жизнями, так скажем. Можно здесь файтиться. Я напоминаю, Форс без араваги. Поэтому он тут фактически бесполезен. Убивает его. Можно сломать тумбу. А можно сломать лица героям. Потому что уже сражение в большинстве для команды Полярис. И вроде как позиционка очень неплохая. За счет этой таймбы Морф довольно сильно замедлен. Пытается просто уйти. Один прыжок. Второй. Вейформ. Грандмастер Морфинга в действии. Не просто такого поймать. Зевс уже реснулся. На самом деле куча дэмэджа. Падает Сларв на 100 секунд. А вот тебе Илонг, который просто пришел. Нажал три кнопки буквально. И в шаге Полярис от вылета. Сбивают телепорт. Никуда, Ндаинг. Ты отсюда не уйдешь. Он, похоже, тоже без бая. Остается последний Леон. Ну что, как будем справляться? Я не знаю. Тиммейты. Я придумал. Тиммейты Левают. Он продает их шмотки. Покупает себе Аганим. Пролигает. Надеется, что Морф перекачанный в ловкость. Но, увы, это не сработает. Посмотрим сейчас. Два на три. Все же шансы есть. Ну, Лина вернется. Да, 15 секунд. Глиф, кстати, имеется. Поэтому трон не сломают. Ну, барак прям халявный. Это точно мега-крепы. В этом сомневаться не стоит. Но вот трон можно попытаться действительно задефать. Если будет какой-то хороший хекс. Пока что преследует того самого Лиона. Вынужден он тратить стан. Крепы уже заходят по разные стороны. Ломаются там Т4. Лилуш в позиции. Готов, в случае чего, выдавать демодж под своего Лиона. Но я напоминаю, у Морфринга две жизни. Он, по идее, просто может фокусить базу. Он просто бьет вам Т4. Стан от Лиона. Куча демоджа влетает. Лилуш успевает все-таки нажать БКБ. Но прыгает Марс и зонирует двух героев. Хотя им надо как-то спасать базу. Глиф тоже потратили здесь. Т4 падает. Закончилась БКБ у Лины. Она здесь уже не боец ВС. Элона. И все-таки команда Вайлдкарт проходит первую стадию нижней сетки. Несмотря на то, что были андердогами, справились с оппонентом со счетом 2-0. Шикарная игра команды Вайлдкарт. Стоит особенно заметить игрока на миде.